Пустя 10 дней после начала контрнаступления, которое, по словам Подоляка, еще не начиналось, на Запорожском направлении украинские войска вели наступательные действия в районе Работина, вооруженные силы РФ наносили удары по позициям ВСУ в Каменском, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Железнодорожном и Гуляйполе. На Угледарском участке встречные бои в районе Урожайного украинские войска от активных штурмовых действий вынуждены перейти к борьбе за инициативу. Российская артиллерия вела обстрелы подразделений ВСУ в Левадном, Новополе и Времевке. По всей протяженности Донецкого фронта на земле практическое затишье. Активно работала российская артиллерия под обстрелами позиций ВСУ в Новомихайловке, Победе, Марьинке, Георгиевке, Максимльяновке, городе Красногоровка, Невельском, Нетайлове, Карловке, Северном, Авдеевке, Сухой Балке, Южном, Торецке и Дружбе. Украинские войска наносили удары по Донецку и Водиному. На Бахмутском направлении после артударов ВСУ сумели продвинуться в районе Клещевки. Также они вели штурмовые действия у Ягодного и Берховки. Здесь без успеха. Российская артиллерия била по украинским подразделениям в Константиновке, Ивановском, Богдановке, Григоровке, Орехово-Васильевке, Высюковке, Сфорном и Верхнекаменском. ВСУ вели обстрелы позиций вооруженных сил РФ в Бахмуте. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Продолжение следует...